Смотри, еще один важный момент, это, собственно говоря, что для Украины урок заключается в том, чтобы не стать Арменией, потому что Армения на протяжении даже не десятилетий, а столетий растреляла огромную территорию, которую занимала, в силу различных причин. Но даже вот это, то, что произошло у нас на глазах, это еще один пример того, что если мы будем втягиваться в конфликт со всеми соседями, то в конечном итоге мы окажемся в стратегическом тупике, и это мостик к следующим темам, с которыми мы сейчас перейдем. Да, но тут важно вспомнить, когда мы говорим про опыт Азербайджана, и говорите, что, вот, смотрите, приклад, так, не каждое его действие является полезным для копирования. И то, что было выгодно и правильно сделано Алиевым, или вообще система его Азербайджана после его рода, фактически не может быть использована в Украине, например. У нас неможлива авторитарная модернизация. В Азербайджане только была необходима авторитарная модернизация. В Украине неможлива, скажем так, этнополітичная концепция, которая была проведена в Азербайджане и в создании того национального міфа, с которым работал Алиев перед подготовкой до повернения Карабаха. У нас завжди будет плеерализм в этом вопросе. Поэтому, так, досвід цікавый, мне потребует вивчения, грунтового вивчения, но враховывая все и ошибки, и условия, с которыми наш досвід будет отличным от Азербайджанского. Потому что, опять же, история войны в Азербайджане специфична. Обставины выявления Карабахской проблемы от начала были интернационализированы. Нагадую, если это вопрос этнополітического конфликта в Грузии, Абхазии и Поведенной Осетии, это был один из двух этнополітических конфликтов, когда Россия втручалася. То вопрос Карабаха было от начала интернационализировано. Там были присутствием все. И Соединенные Штаты, и Европейский Союз, и французская и вирменская диаспора у Франции, и Минская группа друзей, в БСЮ, которая занималась регулированием Карабахского вопроса, и бесконечные переговорные процессы, и раунды, где были участие представители и Вашингтона, и Брюсселя, и Парижа, и Москвы. А потом просто в Баку втомились от этих разводов. Да, 20 с лишним лет. И в последние 17 лет в Баку втовседовецкую операцию.